Наставник футбольного клуба «Химик Зержинск» Виктор Геннадьевич Булатов. Виктор Геннадьевич, Ваш комментарий по сегодняшнему матчу? Тяжелая игра для нас. Торпеда Владимир – хорошая команда, сыгранная и в хорошем физическом состоянии. Ровная, сбалансированная команда. И нам, которым именно в этом составе мы месяц, наверное, некоторые даже месяцы не работаем. Нам тяжело на равных играть в течение 90 минут. Где-то больше мы играли от обороны, надеясь на быстрые ответные атаки. Конечно, отдали много сил. Тяжелое очко. Владимир – хорошая команда. Конечно, по результату положительные эмоции, что очко с сильным соперником в нашем состоянии – это, конечно, плюс. Конечно, по состоянию, по игре, конечно, есть у нас вопросы. И хочется другой футбол видеть, и более уверенный, более основанный больше на контроле мяча. Пока у нас много потерь необоснованных, много каких-то неуверенных действий. Как команда, пока нам не хватает целостной игры на все 90-м, пока какие-то только проблески. Ваше предматчевое интервью почти полностью было посвящено Никите Кривцову. Когда вы узнали, что этого игрока в матче не будет, и изменилась ли установка на поединок? Да. Ну, позавчера, по-моему, мне сказали, да, что его не будет. Конечно, он заслуживает внимания. Я смотрел его Кубка Игру, очень понравился футболист. Но в целом команда Владимира от этого, что он не остался в команде, слабее не стала точно. Она сильна, прежде всего, командными действиями. Есть рисунок игры. Все полевые, они именно под этот футбол на контроле. Подходят под этот футбол все. Быстрые на мяче, с уходом, технически хорошо оснащены здесь. Поэтому в целом установка и план на игру не менялся из того, что Кривцов не был. Какие цели и задачи ставят учредители перед вашей командой в этом сезоне? Перед самым началом сезона никаких задач не было. Просто создать боеспособный коллектив, который показывал бы игру, радовал бы болельщиков. Все-таки пять лет не было футбола в Держинске. Но когда узнали регламент, что за первое место шесть команд продолжают борьбу, конечно, руководители, любой руководитель, хотят какие-то задачи, конечно, поставили задачу войти в эту шестерку. Задача по силам для вашего молодого коллектива? Тяжело будет, но я думаю, конечно, спасибо. Хорошо, спасибо. Удачи вам в следующем матче.